Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Меня зовут Ирас Максимович Попов. Я психолог, аспирант факультета психологии СБГУ. Мой научный руководитель Чулкова Валентина Алексеевна. Позвольте представить вашему вниманию доклад по теме отношений к лечению и типы реагирования на болезнь у онкологических пациентов. Итак, в России злокачественные образования остаются одной из основных причин смертности населения. Но, тем не менее, в 2010 году впервые... Впервые за многие годы появилась тенденция к снижению показателей общей смертности от онкологических заболеваний. Снижение этих показателей в 2010 году составило почти 1% по сравнению с 2009 годом, а в 2011 году уже почти 1,5%. В ближайшее время прогнозируется еще большее снижение заболеваемости. Положительную динамику специалисты связывают с совершенствованием оказания медицинской помощи онкологическим больным и, в первую очередь, с применением высокотехнологичных методов лечения рака. В настоящее время продолжается разработка современных методов лечения с целью повышения эффективности терапии. В качестве наиболее успешных методов лечения признана системная терапия, включающая в себя химиотерапию, иммунотерапию и таргетную терапию. Системная терапия представляет собой продолжительный курс лечения, оказывающий влияние не только на больной орган и прилегающей ткани, но и на организм в целом. Зачастую это длительный и сложный процесс, трудный и мучительный для самого пациента. Системная терапия позволяет продлить срок жизни пациентов, дает возможность стойкой ремиссии, но вместе с тем трудности, связанные с ней соматические и психологические осложнения, создают риск снижения качества жизни больных. Так, в исследовании больных раком молочной железы, получающих химиотерапию, обнаружена прямо пропорциональная зависимость между длительностью химиотерапии и увеличением уровня тревоги и депрессии. По мере увеличения курсов химиотерапии возрастало число пациенток, испытывающих страх перед ней. Таким образом, лечение создает значительную нагрузку не только на организм больного, но и на личность пациента, и прежде всего на его эмоциональное состояние. Проблема длительного лечения всегда вызывала не просто интерес к психологии пациента, а необходимость учета личности больного человека, так и без внимания к этому фактору невозможно в полной мере понять все, что происходит с пациентом в процессе терапии. Для описания поведения пациента в процессе лечения появилось понятие «комплайенс», введенное еще в 1979 году. И по определению Всемирной организации здравоохранения комплайенс представляет собой степень соответствия поведения пациента в отношении применения лекарства, степень выполнения рекомендаций по питанию или изменению образа жизни, назначением и указанием врача. В этом определении подчеркивается объективная сторона поведения пациента. Ряд зарубежных исследований, в которых изучалась связь комплайенс и взаимодействие врача с больным, форма приема и дозировки лекарств, связь комплайенс и объективных медицинских показателей, очевидно выполнены в поведенческой парадигме. Несмотря на успехи исследований, этот подход не может решить всех научных и практических проблем, возникающих в процессе терапии больного человека, так как не учитывает субъективные факторы, стоящие за его поведением во время лечения. Следующим шагом стало появление в литературе понятие «приверженность», определяемого как готовность пациента следовать назначению врача. Основная готовность предполагает учет субъективных представлений пациента о терапии и его мотивах к выздоровлению. Однако в литературе и практическом обиходе понятия комплайенс и приверженность зачастую управляются как тождественные. Таким образом, несмотря на возрастание числа работ, посвященных проблемам комплайенс и приверженности, проблема субъективного отношения пациента к лечению остается далеко не исчерпанной. И, возможно, взгляд на эту проблему с точки зрения теории отношений Владимира Михайловича Мясищева позволит увидеть в ней новые нюансы, которым ранее не уделялось внимания. Теория отношений является одной из основных в отечественной медицинской психологии. В ней личность рассматривается как система отношений к действительности, а конфликты между отношениями представляются в качестве основных патогенетических факторов. Важнейшее свойство целостной системы отношений – это иерархичность, проявляющаяся в том, что некоторые отношения занимают доминирующие позиции, наиболее значимые, а другие – подчинённые позиции, ну, таким образом, менее значимые. Особое внимание уделяется динамике отношений. Так, появление в жизни человека такого события, как болезнь, сопровождается возникновением соответствующего нового субъективного отношения – отношения к болезни, проявляющего себя на когнитивном, эмоциональном и мотивационно-поведенческом уровнях. Поскольку в ситуации болезни возникает необходимость лечения, то в структуре личности пациента появляются и субъективные отношения к лечению. Следует отметить и то, что лечение необходимо рассматривать как особую деятельность по преодолению заболеваний и его последствий, в которой включен врач и пациент, проявляющий при этом свою индивидуальность и активность. В связи с этим отношение к лечению может быть продуктивно исследованным с помощью личностно-ориентированного подхода. Следует заметить, что в кардиологии, психиатрии проблемы отношения больных к лечению исследуются давно и существует много работ по этой теме. В онкологии же проблемы отношения к лечению пациентов возникли сравнительно недавно. Интерес к ней вызван применением методов системной терапии, с одной стороны, а с другой – вниманием медицинской и психологической общественности к психологическим проблемам больных раком. Вышесказанные подчеркивают актуальность исследований этой области. Весь систем отечественных и зарубежных работ, изучающих отношения к лечению онкологически больных, очень мало, что свидетельствует о необходимости проведения таких исследований. Целью нашей работы являлась исследование взаимосвязи отношений к лечению и типов реагирования на болезни онкологических пациентов при системной терапии. Представленная в докладе тема – это, так сказать, компоненты, часть моего диссертационного исследования. Отношения к болезни и отношения к лечению не отождественны друг к другу, но очень тесно связаны, что говорит о возможности их взаимовлияния. Отношения к болезни – это такая тема, достаточно часто исследуемая в области онкологии и других наук, именно отношения к болезни, психологически реагированные болезни. На выборке представлена информация об исследовании, информация о базе, выборке, соотношении разных диагнозов в выборке. Исследование проводилось с 2015 по 2018 год в Институте онкологии имени Петрова. Приняли участие 103 пациента с диагнозами меланома кожи, саркома мягких тканей, рак молочной железы, получающий в разных комбинациях химиотерапию и иммунотерапию, перенёсшую оперативную межальство. В работе были использованы методика теста отношения к болезням и полуструктурированные клинические беседы, темы которой казались разным сторон отношения к болезням и отношения к лечению, ну, разных сторон жизни пациента. По результатам клинической беседы были оценены следующие компоненты отношения к лечению, которые будут описаны в этом докладе. Это значимость лечения для пациента, выраженность эмоциональных переживаний в связи с лечением, значимость общения с лечащим врачом. Методика теста отношения к болезни позволяет выделить ведущий тип реагирования на болезнь и структуру этого типа реагирования. По результатам клинической беседы у пациентов с диагнозом меланомы и сарковой мягкой ткани была оценена значимость отношения к лечению в структуре отношений пациентов. Значимость отношения к лечению определялась по сумме положительных ответов на вопросы, касающихся отношения к врачу, вопросов о наличии выраженных эмоциональных переживаний в связи с лечением в начале лечения и в ходе лечения, о действиях пациента для поиска информации о лечении и его видах, об осведомленности пациента и о его лечении. Пациенты, для которых отношение к лечению являлось высоко значимым, отмечали необходимость общения с лечащим врачом, часто задавали ему вопросы о своем состоянии и назначаемых процедурах, эмоционально реагировали на необходимость лечения, проявляли страхи, беспокойство в том и тому подобное, или же радость, благодарность. Были хорошо осведомлены о лечении и его видах, занимались поиском дополнительной информации, и в самой клинической беседе они с большим интересом и долго рассказывали о лечении, о своем опыте, об отношениях с врачом. Пациенты, для которых отношение к лечению определялось как малозначимое, не проявляли инициативы в общении с врачом по их озву, относились равнодушно к поиску дополнительной информации, скупо выражали или не выражали вовсе свои переживания по поводу лечения, но в беседе легко переключались на другие темы. Также у пациентов, для которых отношение к лечению было средне-значимым, выраженность эмоциональных реакций определялась актуальной ситуацией, связанной с лечением и его необходимостями. Для них характерна гибкость и адекватность ситуации, сотрудничество с врачом, которое выражалось в том, что больные считали ответственным за лечение врача, но при этом они не признавали и свою ответственность, к врачу обращались тогда, когда это было необходимо, но при этом, подчеркиваю ли, экспертную ведущую роль врача в лечении. По результатам нашего исследования, отношение к лечению для большинства больных меланомы и саркомы мягких тканей было средне-значимо, как это видно на диаграмме. Пациенты, для которых оно высоко значимо или малозначимо встречались, гораздо легче. При этом, значимость отношения к лечению больных меланомы и саркомы мягких тканей имеет положительную корреляцию с выраженностью апатического и дисфорического типа реагирования на болезнь в структуре отношения к болезни. Чем выше значимость лечения для больного, тем более выражены эти типы реагирования на болезнь, что также указывает на склонность пациентов к психической дезадаптации в ситуации болезни лечения. Аналогичная картина наблюдается и среди больных рака молочной железы, но значимость отношения к лечению у больных с диагнозом рака молочной железы, по полученным данным, не имеет достоверной связи с типами реагирования на болезнь, но значимость отношения к лечению у больных с диагнозом рака молочной железы имеет положительную корреляцию с выраженностью негативных переживаний, связанных с получаемым лечением. Чем выше значимость лечения для больной, тем более негативные переживания в связи с лечением она испытывает. Таким образом, картина достаточно схожая у ПСМ с разным диагнозом, но она по-разному проявляется через разные реакции. С помощью клинической беседы также изучались эмоциональные переживания пациентов в связи с получением и лечением. Результаты клинической беседы показали, что примерно 30-40% больных меланомы и сарково-мягкие ткани на настоящее время, на момент исследования, испытывают беспокойство, страх, связанный с получаемыми процедурами, недоверие к назначению врача. В сравнении с другими больными меланомы и сарково-мягкие ткани у этой группы пациентов в структуре отношения к болезни более выражен эгоцентрический компонент, характеризующийся экстрапунитивным, то есть внешним реагированием на ситуацию болезни и эмоциональной нестабильностью. Более 50%, ну 52% больных, сделанных за ракомолочной железы, сообщили о том, что испытывают страх перед лечением беспокойства, сомнениями в необходимости процедур. В сравнении с другими больными ракомолочной железы, у этой группы пациентов в структуре отношения к болезни более выражен тревожный тип реагирования, входящий в группу интерпунитивных типов, характеризующийся угнетенностью настроения и активности, беспокойством и именительностью, вместе с тем поиском дополнительной информации о болезни и лечении. Они больше доверяют объективным исследованиям, чем субъективным ощущениям. Таким образом, для больных, уделяющих повышенное внимание поиску информации о лечении в различных источниках и стремящихся к постоянному общению с врачом, либо прояснение всего, что на их взгляд связано с терапией, характерен риск снижения адаптации в ситуации болезни и лечения, так как обнаружена связь значимости отношения к лечению из адаптивных типов реагирования на болезни, негативных эмоциональных переживаний. За внешней активностью в отношении терапии в ряде случаев стоит внутреннее переживание из адаптации, характерное для ситуации лечения онкологического больного, что создает риск снижения качества жизни пациентов. Также выявлено, что многие больные испытывают выраженный дистресс в связи с лечением. В заключении хочу сказать, что именно забота о качестве жизни больных, а не только об излечении заболеваний, позволила онкологии в 21 веке выйти на новый уровень развития. На сегодняшний день сохранение качества жизни пациентов возможно только при внимании к их индивидуально-психологическим особенностям и ресурсам личности. Учитывая выявленный риск снижения адаптации у пациентов в ситуации лечения, можно сделать вывод о том, что процесс лительной системной терапии требует психологического сопровождения. При психологическом сопровождении пациентов необходим учет их индивидуальных особенностей, так как характеристики отношения к лечению типа и реагирования на заболевания различаются в связи с объективными, такими как диагноз, и субъективными, такими как эмоциональное состояние, факторами. На этом все. Благодарю за внимание. Спасибо, Тарас Максимович. Пожалуйста, вопросы. Да, Ольга Васильевна. Тарас, скажите, пожалуйста, вот в вашей работе сказано, что группы больных с меланомой очень часто у них определяется, если я правильно поняла, дисфорический, апатический тип отношения к болезни. Да, я не очень поняла, на каких стадиях были люди, у которых был диагноз саркома мягких тканей и рак молочной железы, но в моем таком бытовом представлении диагноз меланома является жизнеугрожающим. Может ли быть, что эти реакции связаны именно с тем, что пациенты с подобного рода диагнозом не видят перспектив для себя, несмотря на то лечение, которое они получают? Простите, не имеют перспектив? Да, не имеют перспектив. Может быть, они из-за этого имеют такие ярко выраженные реакции, дезадаптивные в плане эмоционального состояния? Да, Ольга Васильевна, спасибо за вопрос. Я поясню. В докладе я хотел сказать, что у этих пациентов более выражен дисфорический компонент, так скажем, в структуре общего отношения к лечению. Как правило, у большинства пациентов итоговый тип отношения к болезни – это эргопатический или анозагнозический, то есть такой, возможно, это можно интерпретировать так, как будто они демонстрируют какой-то фасад сохранности, за которым в его компонент выходят разные типы, в том числе дезадаптивные, которые по-разному выражены. И еще хотел добавить, почему мы выбрали именно пациентов с этими диагнозами. Интерес пациентам с этими диагнозами связан с тем, что это те пациенты с этими диагнозами, на которых происходит опробирование методов системной терапии. Они поэтому особо интересны для врачей, это исследование. Как правило, это пациенты с более сложными случаями клиническими, более сложными, более интересными, и у них прогноз, как правило, хуже. Поэтому там применяются эти методы новые, и к тому же там применяется иммуновакцинация, которая особо показана при наличии метастазов. Вот, в связи с этим, действительно, психологическое состояние и оценка перспектив у этих больных, она отличается, она, ну, так, проще говоря, немного более негативная. Но я так понял, что действительно стоило, наверное, в докладе привести данные о этапе лечения. Пока что я могу сказать только о том, что это пациент, перенесший оперативное вмешательство, находящийся на… Да, тут, должен сказать, что где-то половина из них находится на этапе первичного лечения, где-то около половины на этапе лечения рецидива. Но в целом это случаи клинически более сложные, чем те случаи, на которых проводится обычная, более традиционная метода терапии. Вы знаете, может быть, тогда будет иметь значение, если вы когда будете защищаться, может быть, вы скажете о том, что среди ваших пациентов, ну, тот или иной процент людей с тем или иным диагнозом являются, ну, так скажем, ну, так, будем говорить на… Ну, имеют большую степень выраженности заболевания, да, и высокий риск летального исхода. Тогда, может быть, это будет, ну, чуть лучше откроет картину тех пациентов, которые представляют те или иные виды реакции. Ну, если я правильно понял, то подробнее расскажите клиническое состояние. Да, совершенно верно. Спасибо. Спасибо, спасибо за внимание. Спасибо. Ольга Васильевна, пожалуйста, еще есть вопросы? Можно? Да. Тарас Максимович, спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вот у вас на слайде были представлены данные по дистрессу, по подгруппам, в зависимости от диагноза. Вот у пациентов с меланомой кожи, да, если сравнить, допустим, с ракомолочной железы, при современном состоянии методов лечения, которые используются у этих больных, в общем-то, с меланомой прогноз у пациентов намного хуже. Как правило, врачи стараются донести до них эту информацию, там высокий показатель ретидивов ранних, и уже с которыми бороться тоже крайне затруднительно. Тогда как при раке молочной железы современные методы, в общем-то, позволяют достаточно серьезно улучшить как качество жизни, так и ее продолжительность. Но при этом дистресс в группе пациентов с меланомой был показан, что достаточно низкий, а в группе с молочной железой гораздо больше. Вот как вы можете это объяснить, вот с вашей точки зрения, такую разницу? Мы можем это проинтерпретировать таким образом. Для пациентов, которые находятся в ситуации высокого дистресса, характерны механизмы утеснения, и к тому же такой диагноз, как рак молочной железы, он более известен в обществе. Чаще об этом говорят и в телепередачах, и как-то, ну, в целом, в целом более известен. Вот, для больных с диагнозом меланома, которые, ну, сарково-мягкие ткани, которые, так сказать, не на слуху, для них эта ситуация может быть более неожиданной, более непонятной, и на самом деле дистресс у них может быть на самом деле выше, чем то, как это показывают данные каких-то объективных исследований. Клиническая беседа у нас проводилась в срезовом формате, то есть пациенты приходили после приема лечащего врача, возможно, если бы была, возможно, более длительная работа, у меня несколько консультативных сессий, в котором происходит, ну, углубление контакта с пациентом, и пациент уже дает какие-то более глубокие сведения о своем состоянии. Возможно, даже по результатам клинической беседы можно было бы прийти к выводу к тому, что на самом деле выраженность дистресса у них может быть достаточно высока. Но объективные факторы на данный момент показывают, что по объективным данным, по опросникам, они демонстрируют не такой высокий уровень дистресса, как рак молочной железы. Может быть, это еще связано с, вот я не помню, видела распределение по полу, что все-таки рак молочной железы поят, это все женщины, а Миланова, может быть, был процент мужчин больше там в этой группе? Да, я понимаю. Но тут еще есть и культурные особенности, заключаясь в том, что у нас, так сказать, женщинам больше позволены выражать свои эмоциональные реакции, в том числе и в беседе даже с психологом и с врачом. Спасибо. Спасибо. Ну, вот я еще хочу добавить. Я прошу прощения, а может быть, это связано еще и с тем, что вы сказали, что даже самооценка, да, и вот как раз, если это самооценка по дистрессу, то тогда, да, действительно, мужчине как-то положено, да, он должен перед обществом сохранять лицо, и, соответственно, он должен быть более таким холодным, спокойным, да, женщина, может быть, более эмоциональной. Может быть, это с этим связано, что даже на бумажке я хочу выглядеть прилично. Да, я полностью согласен, я это, в принципе, имел в виду. Вопрос, знаете, какой-то раз, а вот про значимость, у вас там, поскольку вы проводили корреляции связей, они такие довольно, довольно интригующие, мне бы хотелось понять, вот каким образом вы определяли количественную значимость. Количественная значимость. Да, более значимая, видимо, зачем, и в каких баллах, и как это все происходило. Да, я поясню. Спасибо за вопрос. В ходе клинической беседы мы оценивали разные компоненты отношения к лечению, когнитивные, эмоциональные, поведенческие, и степень выраженности каждого из этого компонента. То есть, когнитивные – это наличие значимости, насколько пациент хорошо информирован о своем лечении. Эмоциональные, насколько выражают, во-первых, и в клинической беседе свои эмоции по поводу лечения, и как он оценивает свои реакции в момент назначения лечения и на настоящий момент в связи терапии. Ну, некоторые говорили, что они восприняли значение спокойно, другие говорили, что испытывали шок, страх перед процедурами. Ну, и аналогично, в настоящий момент некоторые говорят, что там спокойно относятся, это надо, хотя ответ «надо» нам, скорее, интерпретировался, опять же, как вытеснение. Либо говорили, что и сейчас страшно, и сейчас мы беспокоимся. И оценивали выраженность поведенческого компонента, насколько пациент и деятель, активен в вопросах к врачу, в поиске информации. Вот, и задавались вопросы, соответствующие по всем этим параметрам, которые вошли в план клинической беседы. Беседа была полуструктурированной, то есть она проходила в свободной форме, но данные, которые у нее были получены, они анализировались уже по некоторым шаблонам. Вот, и на основе положительных ответов составлялись шкалы внутри клинической беседы, которые имели, например, для значимости, шкала имела оценки от нуля до пяти баллов. И... Оценка из вот этих всех трех составляющих или... Да, да, да. Ну, как бы, насколько выражена реакция пациента на лечение. Вот, и дальше проводились корреляционные... Спасибо. Ну, сейчас. Сейчас. Если нет вопросов, я хочу немножко вернуться к предыдущему вопросу по поводу больных раком молочной железы и больных меланомой. Дело в том, что больные раком молочной железы, они даже среди других, вот, больных с другими локализацией, в частности, больных онкогинекологическими заболеваниями, больные раком молочной железы, они всегда реагируют более эмоционально. Это уже доказано. И вот Анна Сергеевна Белозер, она исследует как раз онкогинекологических больных, она это тоже может подтвердить. Вот, поэтому, так сказать, тут дело не в том, что мужской и женский фактор, а еще и особенность больных раком молочной железы, настолько, так сказать, для них это заболевание является эмоционально значимым по сравнению со всеми другими заболеваниями, вот, даже среди женщин. И, несмотря на то, что все-таки сейчас вот это заболевание является наиболее излечиваемым, в принципе. Вот немножко такое добавление к тому, что говорил Тарас Максимович. Да, еще, пожалуйста. Были ли какие-то рассмотренные у вас критерии исключения? То есть я поняла по поводу критерий исключения, но я как-то не, может быть, просто пропустила. Кто, кого вы исключали из наборов своих лет? Кого мы исключали? Я поняла, что вы включали по возрастным параметрам наличие данной нозологии, а кого вы не брали? На каком основании вы решали, что пациент не подойдет? Да, в докладе представлены данные по 103 пациентам. Конечно, данных было набрано немного больше, но исключаясь, конечно, пациенты, которые, например, в ходе беседы, они говорили о том, что им вообще очень тяжело говорить на эту тему, или они находились в таком как бы физическом состоянии, очень благоприятном, и не смогли поэтому ответить на все вопросы и на заполнение всей методики. То есть они, конечно, исключались. Также все-таки было принято решение исключить пациентов уже, так скажем, в возрасте старше 70 лет, у меня где-то до 67, старше 70, потому что там есть еще многие возрастные особенности, которые мы не сможем учесть. Да, и, конечно, пациенты разделялись и по возрастным группам, потому что вопрос, который волнует онкологических пациентов, там, в 25 лет и в 50 они немного другие. Ну, критерии исключения были именно такие. Ну, конечно, тут хочется подчеркнуть и то, что в целом работа с онкологическими пациентами, она очень, она сложна и с организационной точки зрения, потому что люди приезжают, например, в институте онкологии, часто из других городов, и они не могут там посвятить достаточно времени разговору, и им сложно было набрать выборку. Также из них многие были не готовы к разговорам на эту тему, поэтому тоже из всех возможных, там, предположим, 600 пациентов, которые находятся в выборке у врачей по системе метамотерапии, конечно, доступно для психологического исследования, было гораздо меньшее число. Критерии исключения. Да, вот. Поэтому... Поэтому... Нет, пока еще не становились, но вот мы думаем на будущее. Если не исключить, то хотела бы поделить пациентов, которые еще ждут назначения системной терапии. То есть они ее уже ждут, они уже извещены, у них уже есть некоторая картина, но они ее еще не получают, и тоже было интересно посмотреть эту группу отдельно от всех других групп. Вот таким образом. Да. Еще одна вопрос. Пожалуйста, пожалуйста, а вы на различии какой-то между группой работающих лиц и группой неработающих лиц вообще брали ли вы это как критерий какой-то оценки или сравнения? И потом, мне кажется, что тот возраст, который указан у вас на слайдах, во всяком случае, это как раз трудоспособный возраст. И то, что вы исключили группу, официально являющаяся нетрудоспособной, мне кажется, что это вполне логично. Очень многие зарубежные исследователи, если говорят о взрослой выборке, то они чаще говорят именно о трудоспособном возрасте. И в зависимости от того возраста, который у них определен в стране как трудоспособный. Мне кажется, что возраст в вашей выборке очень логичен. Но вот учитывалась ведь трудоспособность как таковая, вернее занятость, работоспособность. Да, понятно. Спасибо за вопрос. В этом, на этом этапе интерпретации исследований мы не учитывали такие социально-демографические факторы, но планируется их включение, так как, так скажем, пациенты с разным уровнем образования, им по-разному доступна информация о заболевании. То есть, например, у человека с медицинским образованием, конечно, он будет гораздо более осведомлен о лечении, о его картине. Человек, например, со среднеспециальным образованием, тем более не медицинским, он уже не сможет в таких тонкостях описать картину. У них будет другая картина лечения. Такие пациенты чаще описывают лечение как-то метафорически, с помощью каких-то примеров. Ну, так же, как чаще всего им это объясняют врачи. Вот, поэтому нам, если необходимо, действительно, в будущем учесть и социально-демографические факторы. В том числе и там занятость, трудоспособность, там, возможно, семейное положение и другие. Вот таким образом. Проблема отношения больного к лечению является актуальной в различных областях медицины и, конечно, в онкологии. Это связано с прогрессом науки, развитием биомедицинских технологий, применение которых позволило продлить сроки жизни многим тяжелобольным пациентам, с информированием больного о болезни и лечении, с тенденцией к изменению модели взаимодействия врача и больного, когда лечение представляет собой деятельность по преодолению заболевания, в которую влечен как и врач, так и больной. И сегодня проблема отношения больного к лечению, его психологического реагирования к лечению, это проблема не только реагирования больного на длительное, специфическое, тяжелое лечение, которое сопровождается различными побочными эффектами, каким и является системная терапия, но это проблема принятия больным ответственности за свой вклад в лечение и за свою жизнь в целом. Доклад выступления Тараса Максимовича Попова посвящен исследованию взаимосвязи отношения к лечению и типов реагирования на заболевания онкологических пациентов при системных методах терапии. Им было обследовано 103 онкологических пациента, которые имели различные диагнозы и находились на разных этапах лечения. И критерием их объединения для исследования явилось прохождение и имя системной терапии. Переживания больных в ситуации лечения им изучали с помощью использования структурированной клинической беседы, анализ данных который позволил ему выделить обобщающие интегративные показатели, характеризующие отношения пациента к лечению. Анализ оемосвязи данных показателей с типом реагирования на заболевания, измеряемых при помощи методики ТАБО, показал, в частности, что пациенты, для которых отношение к лечению является высоко значимым, имели риск дезадаптации. Ну, в принципе, вот человеку свойственно от проявления своей активности, особенно целенаправленной активности, ожидать определенных результатов. Ну, хотя мы все знаем, что это не всегда как бы закономерно. Так, наверное, в ситуации заболевания тоже, от своей высокой активности в отношении лечения, от своей значимости к отношению лечения, больной тоже ждет каких-то определенных результатов по отношению к болезни, но это не всегда происходит. И это оказывает влияние на его отношение к болезни, на его реагирование. Так, например, у больных с саркомой, мягких тканей и меланомой с высокой значимостью лечения выявлялись такие типы реагирования, как дисфорическая реакция. Например, больной проявлял раздражительность, гневливость, проявлял недовольство тем, что лечение не приносит отчетливо мгновенного результата. Также в виде и апатических реакций, то есть в пассивности по отношению к лечебным процедурам. То есть вот именно вот этот дисфорический, как был вопрос, вот эти дисфорические реакции у больных и апатические реакции, они были больше свойственны тем больным, которые имели более высокую значимость по отношению к лечению. Возможно, что такое вот значимое отношение больного к лечению подчиняет все остальные отношения в иерархии отношений личности больного, которые являлись бы ресурсными для заболевшего человека. И нередко, как подчеркивал автор исследования, что сверхактивная деятельность по преодолению болезни становится для больного долгой, трудной и не способствует у него формированию адекватного отношения к болезни, а следовательно адаптации к заболеванию. У пациентов раком молочной железы высокая значимость отношения к лечению была взаимосвязана с высокой выраженностью негативных переживаний в связи с лечением. То есть у них больше было страхов, они больше выражали тревоги, беспокойство, что также снижало их качество жизни и не позволяло им жить в условиях болезни, в том мере, в которой это возможно. Уровень дистресса в связи с заболеванием, как один из интегративных показателей отношения больного к лечению, выделенный автором, также имел взаимосвязь с адаптивными компонентами в структуре реагирования на заболевания. Так у больных с меланомой, саркомой и мягких тканей дистресс проявлялся в виде эгоцентрических реакций на заболевания. То есть эти больные требовали больше, может быть, исключительности, больше внимания, заботы о себе. А у больных раков молочной железы дистресс в связи с лечением сопровождался усилением тревожных реакций на заболевания, что, в принципе, подтверждает и другие исследования больных раков молочной железы. В целом, результаты представленного автором исследования имеют как большую высокую теоретическую значимость, так и практическую значимость. Их необходимо учитывать при оказании психологической помощи больным, проходящим системную терапию. Также следует отметить, что в данном докладе автор использовал лишь фрагмент диссертационного исследования. Ну и хочется пожелать, чтобы это исследование завершилось. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...